Я салдафон, честно скажу, потому что… Ты не знаешь слов любви? Я не знаю слов любви. Самый вдохновляющий пример здесь у меня был, это был спецназ МВД, который пришел на экскурсию с троем. Ну как бы я говорю, ну и что? Там на нас немножечко нападут. Мы немножечко отобьемся, потом идем смотреть Вавилон, Ассирию. Что вдруг? На нас снова нападут, мы снова отобьемся, и после этого мы идем смотреть в византийскую икону. И так и было, стабильно у жреца Минхотепа и у жреца Наи на нас нападали. А ты же при этом один. Нет. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот снова с вами наш блог за столом. И сегодня с вами я, Андрей Васенев, человек, который этот блог ведет и который таскает сюда в студию разных интересных людей. Сегодня нельзя сказать, что притащил. Он сам пришел, не знали, куда от него деться. Но это прекрасный собеседник, культуролог, бакалавр богословия, человек, который является сансеем экскурсий в разного рода музеи, выставки и галереи, Александр Архангельский. Привет. Добрый день. Блиц-тест. Блиц, блиц, скорость без границ, поэтому я задаю быстро вопрос, ты быстро отвечаешь на него. Тест имеет свое название, называется ситуация. Угу. То есть, включительно, ориентируясь на твой жизненный опыт. Я приехал в Москву и оказался в Пушкинском музее. У меня есть полчаса. Что мне делать? Сходи в греческий зал, посмотри фаимский портрет Египта. В греческом зале, греческом зале. Ты привел... Просто посмотри. Просто посмотри. Просто посмотри. Ты привел самого дорогого человека показать ему самую любимую картину. А там добрая смотрительница требует не дышать на шедевр, не разговаривать, не стоять у картины. Больше трех минут. Твоя реакция? Нет проблем. Я это делаю регулярно. Я рассказываю перед этим в кафе, а потом подвожу картину. Либо мы выходим, я рассказываю, потом возвращаемся. Угу. Очень тянет к искусству. Очень тянет. Ноги просто рвутся, а денег нет, куда идти. Сейчас есть бесплатные дни. Пожалуйста. Бесплатные. Ночь музеев и всякие. Ну, то есть, когда ты можешь бесплатно посмотреть. Плюс есть очень хороший, большой объем роликов в Ютубе. Паула Волкова, Лотман о культуре. Посмотри для начала. А когда посмотришь, тебе появятся деньги. Угу. И ты сходишь. Как попасть на твою экскурсию? А-скай.ру сайт. Можно просто записаться. Либо подружиться в Фейсбуке или Вконтакте. Отлично. Можно будет найти ссылку в комментариях под этим видео. Мы сделаем такой промоушен. Я очень надеюсь, что в эти праздники, которые приурочены в нашей стране к Новому году и не имеют своих границ, вы научитесь потратить время с толком. Ну, резонный вопрос вот хочу задать вслед за тем, кто будет смотреть. Вот какое у тебя образование? Какое тебя интересует? Ну, какое есть. Дело в том, что у меня был путь непростой. Первое у меня медицинское образование. Я врач-биохимик. Угу. Я сам из священческой семьи. Угу. И считал, что надо работать там, где твоя работа может принести людям счастье. Угу. Но уже на первом-втором курсе я понял, что может быть здоровым, но абсолютно несчастным человеком. И начал искать. Получил дополнительное управленческое образование. Организовал свою компанию. Она работала какое-то количество лет. Но поиск продолжался. И потом я понял, что это где-то в области духа. Ответ. И сначала пошел учиться на первые трехлетние в Томске курсы при семинарии. И потом я узнал о Совет-Филарийском православно-христианском институте. Проживая в Томске. Проживая в Томске. А институт где? В Москве. Так. Я понял, что это мой шанс. Надо ехать. А вот вопрос-то вот в чем. Кто разрешил тебе экскурсии проводить? Ты медик, управленец, богослов. У тебя родители экскурсоводы? Нет, но моя мама... Искусствоведы? Моя мама очень хорошо знает искусство. А ты был на ее экскурсиях? Нет, но я... Так откуда у тебя тогда все это? Я рос в окружении картин, альбомов, общения. Маминых? Мам, конечно. Да, в первую очередь мам. У нас было очень много альбомов, каталогов, открыток. Но главное это общение. И все-таки... И все это мам читал. В какой момент? Смотри. Вот поиск, все прекрасно ты рассказал. Медицина, заработок, кризис, переезд. Чего вдруг? Что произошло? Ничего сложного. Просто переехав в Москву в марте 2002 года, летом 2002 года я узнал, что из Томска едут друзья. Медики. С марта я по нескольку раз в неделю был в музеях. Здесь это все близко. И поэтому я ходил часто в Пушкинский музей, в Третьяковскую галерею. И когда приехали друзья, они сказали, мы хотим с тобой куда-нибудь сходить. И я им предложил, давайте я проведу вам экскурсию. И мы пошли в Пушкинский музей изобразительных искусств. Об этой экскурсии узнали двое москвичей. Они сказали, можно для группы москвичей ты тоже повторишь? Я повторил. Они сказали, можно мы приведем своих друзей? Я сказал, да. Они привели своих друзей. Потом они сказали, можно мы приведем друзей друзей? Я сказал, конечно. Потом те друзья привели своих друзей. И это превратилось в то, что каждую неделю одна, две, три, четыре, пять, до шести групп от десяти до двадцати человек стал водить. А потом в какой-то момент одна моя знакомая, искусствовед, научный сотрудник одного из музеев сказал, тебе пора иметь совесть. Тебе нужно получать дополнительное образование. Потому что слишком заметен. Потому что тебе приходят уже и искусствоведы, и художники. И я решил получить культурологическое образование. Сначала это был априкт Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. А потом поступил в аспирантуру Московский государственный институт культуры. Но это уже был не поиск. Это уже был, собственно говоря, ответ. Ответ. Ну вот смотри, не возникает ли у тебя мысли, что ты немножко опоздал? Мы сейчас живем в мире, где, ну, топовые, по крайней мере, музеи мира, можно посмотреть сидя дома. Причем прекрасное разрешение картинки, отойти и подойти. Тут же тебе комментарии любого искусствоведа, комментарии посетителей, который туда ходил. И тут ты такой, значит, своими подходами, друзья, друзей, друзей. Это какое-то вот аналоговое устройство в целом мире. Нет ощущения, что ты уже как с правыми колесами по обочине едешь этой жизни, нет? Ну, мы знаем, что в звуке через какое-то время лампа вернулась. Диджей использует пластинки, которые давно уже... Конечно, ты иногда чувствуешь себя такой лампой и такой пластинкой. Но пока есть друзья, и у друзей есть друзья друзей, и у тех друзей есть свои друзья, я думаю, что даже аналоговое устройство, оно найдет себе место. Найдет, да? Найдет, да. По крайней мере, если бы я чувствовал, что это никому не нужно, то я бы занялся чем другим. Ну вот еще по препятствиях. Не так давно законодатель музейной моды, ну я так утрирую, Третьяковская галерея вела у себя определенные правила. В залах Третьяковской галереи с картинами 18-19 века теперь актуально массовое искусство 20-го. А именно плакат со знакомым всем лозунгом «Не болтай». Хоть перед входом вешай, по правилам с 15 мая экскурсии могут вести либо экскурсоводы самой Третьяковки, либо обладатели специального гостевого бейджа. Всем остальным нельзя. Я вот не стал спрашивать, как вели себя сотрудники Пушкинского музея, но с Третьяковкой это попадало в новости не раз, когда туда приходили люди без какого-то умысла. Понятно, что есть разные случаи, но в новости попадало именно то, что приходили люди обычные, там друзья друзей, вот как у тебя. И это вызывало конфликт, то есть им просто запрещали вместе стоять и разговаривать у картины. В какой-то момент это просто было внесено в регламент, что теперь правилами, насколько понимаем, может, я ошибаюсь, правилами Третьяковской галереи запрещено приходить туда как бы группой. И это чревато санкциями. Вот скажи, пожалуйста, как это отразилось на твоих походах с друзьями друзей и друзей? Ну, здесь, во-первых, конечно, стоит сказать, что была большая разница 16 лет назад между Пушкинским музеем изобразительных искусств и Третьяковской галереей. Если в Пушкинском музее запрещали, и вот такая ситуация была уже давно, мы начинали свою экскурсию всегда у входа, на ступенях. Там есть портрет Цветаева, основателя Пушкинского музея. И я зачитывал письмо Цветаева, папа Марина Цветаева, который писал о том, что вот мы создадим этот музей, будут ходить люди со своими друзьями, смотреть, общаться, делиться. Я говорил, так вот это сейчас запрещено. То, ради чего создавался этот музей. Это начало 2000-х? Это, да, 2002-2003 год. И я говорил, мы посетим с вами египетский зал. Посмотрим вот это, вот это, вот это. Потом подойдем к жрецу Аминхотепу и жрице Ранаи. Они стояли чуть по-другому, чем сейчас. Вот. И там на нас немножечко нападут. Мы немножечко отобьемся. Потом идем смотреть Вавилон, Ассирию. После этого Грецию. Там нас не тронут. Там можно встать между колоннами таким образом, что все, мы успеем поговорить, но не тронут. Потом идем смотреть фаимский портрет. Даже военная тактика. Да, на нас снова нападут. Мы снова отобьемся. И после этого мы идем смотреть в византийскую икону. И так и было. Стабильно у жреца Аминхотепа и у жреца Ранаи прибегали. Прибегали охранники, прибегали администраторы. Это было очень интересно наблюдать. Потому что после такого введения на ступенях музея, а поскольку это были друзья друзей, то они были пойманы на улице люди. То они чувствовали ущемленными себя в своих правах. Они чувствовали остро эту несправедливость. И когда каждый раз группа как одно целое отбивала эту атаку, то и администраторы, и охрана терялись, потому что они не могли поверить, что это все друзья друзей друзей. Но в какой-то момент эта забава стала утомлять. И плюс все больше, больше, больше друзья стали просить пойти в Третьяковку. Так, 2016 год. Было несколько выставок крупных. Помнят сейчас выставку Серова и выставку Ивана Айвазовского. Выставки, на которой были огромные, просто гигантские очереди. Там была целая история, когда в эти очереди стали привозить чай, еду, потому что люди стояли много часов на холоде. Даже была попытка какого-то абордажа. С петель, да, значит, сняли. Может быть, больше очереди были только в Макдональдсе. В 1990 году, говорят, что он даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Так вот, на твой взгляд, с чем был связан этот ажиотаж? Почему в 15-м не было этих очередей, а в 16-м? Я не знаю, сейчас они еще есть. Они есть. Посмотрите, в Куинже, может быть, не такие многочасовые, но большие достаточно очереди. Так вот, вот этот разворот – это непростая вещь. И в 80-е, 90-е годы – это эпоха постмодернизма. Все разорвано. Все связи, традиции, смыслы – все разорвано. Мы живем во время, когда люди устали от бессмыслиц. Люди устали от отсутствия целостного представления о мире, о человеке. Кто-то это осознает и выражает, кто-то это не осознает. 16 лет назад среди молодежи было очень много равнодушных людей, который не знал, что хочет. И я старался младше 8-го класса не водить экскурсии, потому что тема очень взрослая. Сейчас с шестиклассниками, ну, пятиклассники – они детки еще, а вот с шестиклассниками уже появляются ребята очень интересные, которые умеют самостоятельно мыслить, которые… поскольку интерактив, разговор живой, я задаю им вопрос – что вы видите? О чем этот образ? Почему так? Зачем так? То вот эти ответы, которые… Я по ним, собственно говоря, сужу. Я вижу, что появилось очень много молодых людей, неприспособленцев, умеющих более по-взрослому… Имеющих мышление более взрослое. И в то же время много людей появляется, которые жестко готовы идти по головам, где человек – это средство. Ты даже уже потому, что ты рассказал, через тебя прошла не одна сотня людей. Да. А ты же при этом один. Нет. Нет. Ты один, да? Ты набираешь группы, ты их вводишь, ты видишь этих людей. Ты им расскажешь все время одно и то же? Нет. А что ты им рассказываешь? Как ты понимаешь, что вот пришли на тебя люди, ты их смотришь, как ты понимаешь, что им нужно сказать? Ну, во-первых, это интерактив. Когда мне очень важно понять, что видит человек, как он воспринимает, что он понимает. И поэтому я реагирую, то есть я задаю вопросы и реагирую в зависимости от того, что видит человек, что он не видит. Невозможно вводить по одному тому же материалу. Я стараюсь перечитывать, ну, то есть постоянно читать новый материал, который был недоступен ранее, или перечитывать старый, то, что читал 10 лет, 16 лет назад. Сталкивался ли ты с невежеством в своих группах, когда люди ходят за тобой, смотрят и говорят, ну, долго там еще? А что это вам нравится, правда, то, что вы показываете? Самый вдохновляющий пример здесь у меня был, это был спецназ МВД, который пришел на экскурсию в строю. Сын моих друзей из Екатеринбурга поступил в спецназ, и мы с ним общались, я старался его поддерживать, созванивались, и как-то раз он сказал, у нас пришла идея вдруг пригласить его однополчан сходить в Третьяковскую галерею. И пришел взвод, 30 человек, с троем. Построились перед Третьяковской галереей, чуть-чуть раньше я прихожу, они стоят в Трое. Вот, и мы пошли смотреть как раз творчество Михаила Врубеля. И когда мы зашли, я начал свой рассказ, я увидел, что половина слушается интересом, а половина изнывает, что для них это была возможность выбраться из казарм. Это не офицеры, это рядовые были. И стало понятно, что вот эта вторая стонущая половина, она мучается. И я предложил прапорщику, который был с ними, говорю, может быть, отпустим на свободу тех, кому это утомительно. И он как-то с энтузиазмом на это отреагировал, сказал, так, кто хочет свободы? Кто хочет, ну, как бы спокойно идти? И половина подняла руки, он сказал, секундочку, подождите, пожалуйста. Вывел их в зал в Крамского, сказал, не хотите Врубеля, будьте смотреть в Крамского. Смирно. Но поставил их смирно, и они стояли. Те полтора-два часа, которые мы ходили по залу врубили, они стояли, и все эти два часа смотрели на картину неизвестную. Знаете, красавица такая, да? Я думаю, что эту картину они запомнили надолго. Запечатлели. Зато со второй группой была интереснейшая встреча, замечательная, вдохновляющая. Поэтому, если кто-то чего-то не хочет, он не попадает. Дело в том, что на экскурсии приходят друзья друзей, и если приходит человек, который попал по ошибке, он в следующий раз не приходит. Я солдафон, честно скажу. Ты не знаешь слов любви? Я не знаю слов любви. Да, я старый солдат. Иногда смотрю на произведение искусства и не понимаю, в чем здесь искусство. Сейчас, опять же, с эпохой интернета, когда можно встретить такого Александра Архангельского, услышав о нем от друзей друзей, сходить к нему на экскурсию и проникнуться иллюзией, что теперь ты все знаешь. Теперь ты понял, как смотреть в Рубеля. Теперь ты понял, что хотел сказать художник. И так далее, и так далее. Скажу две вещи. Во-первых, чем вот в последние годы введение, перед тем, как мы начинаем смотреть картины, я говорю о каких-то общих вещах. О том, как современный человек смотрит на картины, и как смотрел человек 19 века. В чем разница? Потому что одна из проблем, то, что люди не умеют видеть, они смотрят глазами современного человека, на которого влияет эпоха постмодернизма, где все разорвано, где нет ни традиции, ни единства, ничего. И когда в этом введении есть какие-то указания, какие-то моменты, о чем стоит иметь в виду, что стоит помнить, когда ты смотришь на картины. И это уже помогает. Например, художник 19 века видел себя, так же как поэт и писатель, они видели себя людьми, которые имеют определенные призвания. Оно очень близко, я бы его так сравнил с пророческим. Напомнить человеку о его достоинстве, о его свободе, о его призвании пробудить в человеке человеческое, помочь ему стать человеком. И художники хотели вот этого вдохновения, чтобы человек получил какой-то импульс измениться, стать человеком. У тебя определенно есть такой мощный бэкграунд в классике. А мир сейчас живет совершенно по-другому. Он очень ритмичный, очень ускоряющийся. И поэтому просто мне скажи, что мне надо сделать прямо сейчас, стать и сделать, чтобы приблизиться хотя бы на шажок вот к этой цели научиться видеть искусство. Еще раз, первое – это для начала просто понять, что мы смотрим взглядом разрушенного человека, разрушенных традиций. Если мы поймем, почему видение мира и видение человека – это важнейшая тема в искусстве, и как о нем говорил XIX век, то, что привлекает. Вот для начала это будет большой-большой шаг. Я благодарю сегодня Александра Архангельского, который провел со мной эти прекрасные полтора часа, которые наверняка в монтаже превратятся минут в десять. Вот. Спасибо тебе большое. До следующей встречи. Спасибо. Пока. Пока. Богом.